Вода прибывает при каждом сливе бачка соседей. В туалете бумага и фактурные отходы жильцов со всего дома. Так выглядит квартира на первом этаже в доме 67В на Большой Нижегородской. Уже много лет назад здесь прорвало трубы. Самрад стоит на весь подъезд. Просто невозможный запах канализации в этом доме. И никто никак не может решить этот вопрос. Нас просто посылают куда подальше. В квартире никто не живет. Жильцов первого этажа этого подъезда расселили еще в 80-е годы. Их квартиры признали непригодными для проживания. С тех пор трубы прогнили и засорились. Местные рассказывают, что регулярно вызывают аварийную службу, но проблема не исчезает. Внизу разливаются канализационные воды, а наверху прохудилась крыша. Жалуются жильцы. В доме три этажа. Он был построен больше 100 лет назад. Люди рассказывают, что капитальный ремонт кровли был выполнен 5 лет назад. Однако после него начались протечки в обоих подъездах. От сырости потолок окутали грибок и плесень. Жильцы считают, что капремонт был выполнен с нарушениями. Под обновленной крышей мокрые пятна и на чердаке. Последний раз дом затопило 27 ноября во время дождя. Вызывали управляющую компанию, звонили. Они говорили, что заявка принята. Звонили аварийную службу, принята заявка. На следующий день мы к вам приедем, чтобы как-то устранить. Устранили? Пока, видать, устранили. Лужи убрали. Но это, мне кажется, ненадолго всё. Прохудилась крыша над квартирой Алексея Жижина. Мужчина живёт на третьем этаже. Протечки во всех комнатах. По углам плесень, как и в коридорах. Куски штукатурки падают на головы. После проведения капитального ремонта крыши около пяти лет назад у нас началась такая проблема, что всё течёт и разваливается. У меня обрушилась штукатурка, мне пришлось заделать листами гипсокартона. Ремонт делать я смысла не вижу до тех пор, пока не исправится проблема с крышей. Хозяин квартиры считает, что жить тут небезопасно. От проливов может произойти короткое замыкание. Из-за постоянных протечек крыш у нас возникает опасное замыкание электропроводки, которое заложено в стенах по проекту дома. Это влечёт угрозу жизни и здоровью проживающим. Как бороться с этими протечками своими силами, мы не знаем. Дом обслуживает городская управляющая компания. О протечках отнюдь не старой крыши коммунальщики знают. Они уверены, изменить ситуацию можно только через суд. У нас с крышей когда-нибудь проблема-то решится, нет? В суде. Понятно. То есть пока решения на суда не будет, мы так и будем постоянно протекать. Вы знаете, дело в том, что в прокуратуру много письма написано, не одно. Но вот, значит, фонд капремонта тоже написан, у них там акты обследования есть. И я обратился в судебные органы. На начало января назначено первое судебное заседание. А вот проблемы с канализацией коммунальщики обещали решить. К слову, в прошлом году дом на предмет аварийности оценила межведомственная комиссия. По словам жильцов, степень изношенности здания более 70%. Однако аварийным его не признали. Теперь в ситуацию вмешалась прокуратура. После проверки надзорного ведомства выяснилось, что разрушаются несущие конструкции постройки, рушится кирпичная кладка. Прокуроры обратились в суд. В межведомственной комиссии вынесено заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным. В цель защиты прав граждан прокурорам города в Октябрьский районный суд направлено заявление о признании законным и отмене заключения комиссии. Обязание администрации города провести дополнительное обследование дома с привлечением специализированной организации. Обязание комиссии принять решение с учетом фактического технического состояния надквартирного дома. Судом требования прокурора удовлетворены. Теперь мэрия обязана провести новую экспертизу на предмет аварийности дома. Будет ли развалюха признана непригодной для проживания? Евгений Павлов, Александр Агафонов, 6 канал.